История подвига В четыре руки в Шушенском прошел фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей Очень высокий уровень, все кто приехал, они молодцы, приехали прямо самые лучшие Старт в большой спорт На Каннской трассе состоялось первенство края по биатлону Здесь появляются сильнейших спортсменов, которые потом отбираются в сборную Каннской края и на следующие соревнования Встречают парту героя малоозерцы с особыми почестями В зале ветераны, почетные жители, представители органов власти Перед ними школьники и взрослые с проникновенными стихами и песнями о самом страшном и одновременно самом героическом времени в истории Родины Все это время в зале самый главный повод торжественной встречи Парта героя, на которой портрет и имя земляка Анатолия Прокопчика, чье имя с недавних пор уносит малоозерская школа Анатолий Прокопчик ребенком оказался в детском доме В 9-летнем возрасте был усыновлен семьей Тихоновых из Малого озера До войны работал трактористом, вспоминали о нем всегда как о тихом, рассудительном, трудолюбивом юноше К памяти о своих односельчанах здесь относятся с особым трепетом Данные собирают и бережно хранят в школьном музее Музей боевой славы, наша школа, открылся в 2005 году Все эти годы мы собираем имена участников Великой Отечественной войны На момент открытия музея было 93, сегодня 172 человека восстановлены имена участников войны В 42-м попал на фронт, освобождал Щучий и Петропавлов В 43-м со своим взводом в звании младшего лейтенанта форсировал Днепр В ожесточенных боях погиб смертью храбрых на боевом посту Уничтожив до 40 солдат и офицеров противника Краткая история подвига тоже нанесена на парту Естественно, что этот проект поддержало все педагогическое сообщество И поэтому и в больших городах, и в малых поселениях, и в небольших деревеньках Этот проект нашел большой отклик в сердцах наших людей Парты героя уже установлены в Холмогорской и Парнинской школах В деревне Скрипачи совсем скоро еще одна появится в школе села Араки Право сидеть за такой партой предоставляют самым успешным и активным школьникам В Малозерской школе открыла эту традицию Анастасия Юрочкина В Шушенском прошел ежегодный фестиваль фортепианных ансамблей «Гармония» Основная задача конкурса – это сохранение традиции, а также совершенствование профессионального мастерства юных исполнителей По словам педагогов, это прекрасная стартовая площадка для дальнейшего развития и продвижения его участников Именно через исполнение фортепианных дуэтов в XIX веке любители и профессионалы знакомились с произведениями Бетховена, Шумана и Мендельсона Современные юные исполнители с помощью ансамбля стараются овладеть всеми сложными качествами исполнительства в четыре руки Этот конкурс нам много чего значит, потому что мы к нему готовились на протяжении года, чтобы занять хорошие места Мы заняли первое место и мы очень рады Высокий уровень Всероссийского фестиваля конкурса «Гармония» определен участием в нем в качестве бессменных членов жюри замечательных пианистов Лауреатов международных и всероссийских конкурсов, ведущих солистов Новосибирской филармонии Геннадия Пыстина и Дмитрия Карпова Ощущение в целом радостное, потому что уровень высокий Вот таких совершенно провальных выступлений, какие бывали в прошлые разы, совершенно не было Очень высокий уровень, вот все, кто приехал, ну они молодцы, приехали прямо самые лучшие И практически у нас почти все участники с какими-то местами конкурсными, да, уехали, там, первый, второй, третий Вот, поэтому уровень-то высокий, и это радует, это радует, что, может быть, участники более ответственно относятся к конкурсу Чтобы уже ехать максимально подготовленными, играть на максимуме своих возможностей И это очень хорошо, радует, что на данном этапе развития конкурса вот произошло такое повышение уровня, но, может быть, некое снижение общего количества участников Но зато, так сказать, вот уже отборные такие люди приезжают На этом конкурсе всегда появляются новые имена талантливых исполнителей среди подрастающего поколения музыкантов Ежегодно весной во время проведения этого праздника музыки на юге Сибири зажигаются новые звездочки Которые в недалеком будущем вполне могут стать настоящими профессионалами и мастерами своего дела На юг Красноярского края в Шушинский район доставили элитных коров из Дании Они проделали путь в несколько тысяч километров, дорога заняла 12 суток Их везли в специальных машинах, которые оборудованы вентиляцией, поилками и бункером для сухого корма Пути коров обязательно выгуливали на специальных оборудованных площадках По требованиям ввоза животных из-за границы все стадо сейчас поставили на 45-дневный карантин Через несколько дней, когда коровы отдохнут и наберутся сил, они пройдут медицинский осмотр В который входит измерение температуры, забор крови и УЗИ Сегодня мы встречаем партию из Дании в количестве 400 голов, ну и завтра продолжим эту партию уже встречать Коровы у нас прибывают, это галштины, это молочная порода, это нетели, которые в дальнейшем будут у нас на ферме телиться И мы от них получим не только телят, но и молоко Национальный проект «Демография» Жителям Красноярского края старше 65 лет из отдаленных поселков пройти обследование помогут работники социальных служб Мобильные бригады, которые есть во всех сельских территориях, помогут организовать доставку пенсионеров к местам приема медицинских специалистов Автомобили оборудованы подъемными механизмами для людей с ограничениями здоровья и местами для крепления инвалидных колясок Подать заявку на доставку к месту проведения медицинского обследования можно, обратившись в Центр социального обслуживания по месту жительства Вот, это кормовая база Соболя Сделал буквально недавно, недели еще не прошло Мы шпалевка и проворный Соболь, игривые белки и режея лисица В доме у Петра Кочегарова можно проводить уроки природоведения и изучать фауну родного края Здесь можно не только увидеть искусно сделанные чучела диких животных, но и узнать об их повадках Вот, например, глухарь, а это скопа Эта хищная птица питается рыбой и к мастеру попала после неудачной охоты Это мне рыбак один отдал, так как она рыбой питается, планирует В сети запуталась и утонула, захлебнулась Работа таксодермиста начинается с выделки шкур Чтобы они не пострадали от молей и других вредителей, их обрабатывают раствором уксуса и соли Потом изготавливают каркас Его делают из стальной проволоки, учитывая размер и пластику животного Берем, замеряем длину Лапа задняя где-то приблизительно здесь начинается Сворачиваем, делаем колечко В колечки вставляют основы для будущих лап и крыльев На все это у мастера уходит примерно 10-15 минут После того, как в шкурку ставили металлический каркас, приходит время придать будущему чучелу необходимую форму Делается это при помощи различных материалов Полиуретан, пенопласт, синтепон Ну а мы в данном случае будем использовать простую вату Ну конечно, настоящее произведение Это не просто набитый меховой чулок Особое искусство передать повадке животного, его пластику и движение Поэтому очень часто для своих композиций Петр использует чучело сразу нескольких животных Например, селезень и его утка или соболь и добыча Также мастер обозначает их естественные условия обитания Вот у нас получилось принц, вот такое вот чучело соболя Нам осталось установить его на какую-то подставку Для него мы попробуем использовать вот такой вот гриб-трутовик Конечно, его потом покроем лаком Петр – профессиональный охотник Именно во время промыслового сезона он смог так хорошо изучить животных А еще в удаленных таежных избушках хорошо пишутся стихи Их у мастера уже скопилось на целый сборник Мороз все крепчает узоры в окне Как будто художник маститы Рисует игриво На крыше в трубе гудит, как нечистая сила Собаки уснули в своей конуре Хвостами прикрыли мордашки Глаза лишь зажмурили А воробей клюет уже крохи из чашки Лучшие спортсмены региона встретились на Канской земле Прошло уже традиционное первенство Красноярского края по биатлону имени Валерия Ивановича Стольникова Стоит отметить, что это уже 22-е соревнования в память о заслуженном тренере Которые многим ребятам открыли путь в большой спорт Здесь выявляют сильнейших спортсменов Которые потом отбираются в сборную Красноярского края И на следующее соревнование Более высокого ранга Далеко ходить не надо У нас всех на слуху Это Алена Мохова из Бордино Которые постоянно приезжали за команду Бордино Уступал в Канске Теперь она двукратная олимпийская чемпионка юношеских олимпийских игр Более 130 спортсменов 18 лет и младше Из 9 районов края Несколько масс-стартов и довольно сложная трасса Все это первенство имени Стольникова В этом году ребятам повезло Погода была максимально благоприятной Да и настрой юных биатлонистов соответствовал Примечательно, что практически все воспитанники спортшкол региона Не впервые постили Канскую биатлонную трассу Потому как желают и в дальнейшем строить спортивную карьеру В предыдущие соревнования я пробежал в целом неплохо Стрельнул хорошо Настрой нормальный Думаю, сегодня покажу хороший результат Я именно поэтому учусь в Девногорском колледже Потому что там спортивная направленность И больше возможностей заниматься спортом и учиться На самой трассе царил поистине олимпийский накал Победить хотелось каждому И неудивительно, ведь для некоторых из них Это первенство было последним в возрастной группе 18-19 лет И от результата зависело многое Потому и эмоции победителей стали поистине непередаваемыми Как и в любых состязаниях, результат устроил не каждого Кто-то недостаточно хорошо отстрелялся, а кто-то просто сбился на трассе По результатам двух дней соревнований лучшие спортсменов Как юноши, так и девушки были награждены медалями, грамотами и памятными подарками Редактор субтитров А.Семкин